Добрый день! Многие задавались с вопросами, почему головоломка Squire 1 имеет в своем названии цифру 1. Почему он 1? Почему его не 2? И так далее. Но ответ прост, что есть Squire 2. Да, это не ВЦА-головоломка, то есть обычный Squire 1 собирает на ВЦА-чемпионатах на скорость. Достаточно популярная дисциплина. Squire 2 гораздо менее популярен. Выпускается от компании Columns Puzzle. Есть и от других фирм такие головоломки. Но конкретно у меня есть такая модель. Откроем и посмотрим. Упаковка нам дает достаточно мало информации. По ней мы можем увидеть название головоломки и производителя. Такая золотая эмблемка с номером. Чем отличается Squire 2 от Squire 1? Ну, посмотрим. Squire 1 имеет так называемые угловые элементы и реберные. Ну, это название достаточно условное. Просто эти элементы находятся на месте углов, а эти на месте ребер. Ну, и цвета здесь 2, а здесь цвета 3. А здесь же такие угловые элементы разделены еще на 2. Таким образом они стали как бы ребрами. Здесь есть ребра обычные и угловые ребра. Они теперь тоже имеют по 2 цвета. Видим Squire 2. И тут, наверное, автограф автора. Ну, если честно, не знаю, кто первый придумал так сделать со Squire. Поэтому оставим. Голомка красивая. Красивые логотипы, но уже достаточно старые. У меня есть Squire 2 от другой фирмы. Кажется, это кубшей. Вращается достаточно так себе. И, как вы, наверное, поняли, собрать у меня эту голомку не удалось. Не то, что прям совсем сложно. Ну, я как-то собирал-собирал, ошибся, расстроился и бросил. И пока не вспомнил. Но, видимо, время пришло вспоминать. И вот он Squire 2 от компании Calvin's Puzzle. Вращение, давайте посмотрим. То есть разница с обычным Squire'ом только в том, что углы разрезаны пополам. Slice вращается. Достаточно расхрямленная головоломка, но вращается туговато. Наверное, стоит понастраивать. Очень тугая. Вот так вот здесь все это выдвигается. Такие какие-то небесные цвета. Голубенький. Белененький. Ну, старые наклейки. Я даже не знаю, сколько лет до этой головоломки. Досталась она мне достаточно случайно. Если как бы не разбивать углы, то можно собирать как обычный Squire. И я пробовал собирать вот этот вот свой второй Squire 2, а именно при помощи редукции. То есть объединить сначала такие вот уголки и ребра. Ну, что-то у меня здесь получились какие-то углы желто-оранжевые. Но это уже после того, как я ошибся, я уже что-то навертел. То есть вот нормальный угол. Бело-оранжево-синий. Угол, который желто-синий, зелено-синий, это, наверное, не очень хорошо, поскольку в природе такого не встречается. Желто-зеленый, он должен быть оранжевый. А у меня синий. Не хорошо. Бело-синий-красный – хорошо. Бело-красный-зеленый – хорошо. А желто-синий-зеленый – плохо. Ну, не дошел я до финиша. Скажем так. Но собирать можно. Причем здесь можно использовать формулы стандартного Squire, переставляя элементы. То есть те же какие-то, скажем, перестановки вот этих вот элементов. По-моему, вот этим и пользовался. То есть переставляя вот это ребро вот сюда, а это в обратную складную. По-моему, таким образом я и действовал. Как бы можно и переставлять сразу два. То есть они не просто ориентируют, но еще и переставляют. То есть вот этот, вот этот идет сюда, а этот сюда. То есть когда это удобно. Ну, головоломка туго вращалась. То есть конкретно вот это. И будет я ошибся и до конца не дошел. Возможно, там какие-то еще паритеты появятся. Не знаю. Но это уже как бы на уровень выше обычного Squire. И головоломка посложнее. Ну, как-нибудь попробуем. Я все надеялся, что от Calvin Puzzles будет получше вращаться. Но что-то не очень. Так что, если вам проще какие-то альтернативы приобрести, то ненамного они хуже. Ну, понастраиваем. Посмотрим. Не так легко приобрести именно этого бренда. Будет, наверное, до воломку. Ну, она имеет право на жизнь. Но это уже для тех, кто хочет поломать свою голову. Ну, и обязательно для тех, кто умеет собирать обычный Squire. Когда полностью разберусь, сделаю, конечно, обучающее видео. Но вряд ли это будет скоро. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.